Сереж, Дим, выходите, пожалуйста, сюда, потому что я попрошу вас лично представить нашего следующего гостя. Я знаю, сколько вы времени сил потратили для того, чтобы он к нам приехал. Этот контент, который будет сейчас, он стоит дорогого, поэтому слушайте внимательно. Сереж, тебе слово, пожалуйста. Да, хотел бы небольшую предысторию рассказать. У нас был момент, когда мы реально начали очень сильно и быстро расти, там когда с 2 миллионов до 15, потом до 30, потом до 50. И когда ты быстро растешь, ты плывешь в такой реке крови, когда тебе постоянно надо, то есть здесь проблема, здесь проблема, здесь сложность, здесь сложность. И на каком-то этапе развития просто стало понимание, что если ты не начнешь просто систематизироваться и не начнешь делегировать нормально, делать процессы системными, то ты просто может там не переживешь ближайшие какие-то месяцы. Не знаю, у кого такая же ситуация, кто просто упахивает в своем бизнесе, там не спит по ночам и так далее. И из разных уголков, там Высоцкий, 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 кто такой Высоцкий, Высоцкий, Высоцкий. Мы услышали про эти технологии, оказалось, что им не обучают в бизнес-школах и особо нигде им, ну то есть вот тяжело где-то поучиться. И мы начали брать одного консультанта, он не особо состоятельный, другого консультанта, он какой-то непонятный, ничего не может внедрить. И потом уже судьба свела нас вот с помощью Жени Назарова с Александром Высоцким, который является, наверное, самым сильным в мире консультантом и по количеству внедрений, и по качеству внедрений именно системных технологий. Так что собственник реально может выйти из бизнеса. И несмотря на то, что мы делаем онлайн-школы, но онлайн-школа, она получается автоматизированной без участия собственника. Когда делает там 3-5 миллионов, когда делает уже там сильно выше, уже нужны люди, нужна команда, нужны системные процессы, нужны статистики, нужны цифры, там нужны… Ну как бы это совсем другой уровень. И Александр здесь работает и с производственными компаниями, и с IT-компаниями, то есть с очень разными людьми. И он действительно здесь, возможно, самый крутой в мире по перепаковке компаний из хаоса в систему. Кто про него слышал вообще до этого? Интересно. Давайте поприветствуем Александра Высоцкого, маэстро системного бизнеса. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Спасибо. Спасибо за такое представление. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня слайды. Сейчас они появятся. Так, ну это ужасная, ужасная, скучная тема, связанная с управлением людьми. Знаете, вообще у меня такая довольно длинная история предпринимателя. В 94 году я открыл свою первую компанию. Это была компания MacCenter, дилер Apple Computer. И как раз сегодня спикеры упоминали о том, что, ну есть свои особенности работы в таком бизнесе. Вот когда я начинал заниматься компьютерами Apple, я был очарован этой техникой. Ну, можете себе, не знаю, можете ли вы представить себе, что 25 лет назад обычные компьютеры Windows, это были такие страшные ревущие гробы, которые стояли обычно рядом со столом. Их на стол нельзя было ставить, потому что они были очень тяжелые, и они сильно гудели. А когда я увидел компьютер Apple в это время, это был потрясающий, совершенно изящный, очень красивый компьютер с графическим интерфейсом, цветным экраном, манипулятором мышкой и так далее. Ну, это 25 лет назад было, это было чудо. И я могу вам сказать, когда я увидел это, я был этим просто очарован. И я с энтузиазмом со своими партнерами начал заниматься этим бизнесом. И в этот момент профит, стандартная маржа дилера Apple компьютер составляла 32%. Я знаю, что те, кто занимается техникой, электроникой сейчас содрогнутся. То есть стандартная установленная производителем маржа дилера составляла 32%. Но я могу вам сказать, что счастье длилось не сильно долго. Примерно через 5 лет, когда я закончил с этим бизнесом, маржа уже составляла стандартная 8%. И в этот момент я сказал, все, надо с этим завязывать, потому что за эти деньги невозможно предоставить ни сервис, ни ничего такого. В общем, за эти годы, за эти 25 лет я делал разные бизнесы, и они не все были успешны. Причем вот эта вот первая компания, знаете, из этой компании, из первой мне пришлось уйти с гордо поднятой головой, компьютером Apple под мышкой и практически без денег через несколько лет после начала бизнеса. Ну, я имею в виду без какого-то капитала и со словами, черт из два, когда-нибудь еще у меня в жизни будут совладельцы. Никогда больше дела с партнерами иметь не буду. Всегда буду работать только один. У кого, кстати, был негативный опыт работы с партнерами? Вау, ничего себе. А у кого сейчас есть партнеры? Ну, понятно. Хорошо. Я когда-то, знаете, сделал в определенном смысле, я сделал исследование, что я просто опросил людей, у кого есть партнеры, и потом я знаю еще некоторые вопросы. Так, те, кто из вас сейчас, кстати, сейчас мы проверим. Это вопрос к тем, кто поднял руку на вопрос, у кого сейчас есть партнеры. И вот я вам сейчас задаю такой вопрос. Вот если вас и вашего партнера спросить, кто у вас в компании главный, сможете ли вы назвать без каких-то длинных раздумий одно и то же имя? У кого в компании это так? Примерно процентов 30 сейчас подняли руки от тех, кто поднял на наличие партнера. Так что, друзья мои, тем, кто поднял сейчас руки, я могу вам сказать, молодцы, у вас есть шансы. Это не гарантия, это шансы. Те, кто не поднял сейчас руки, у вас шансов нет. Без дураков. Это правда. Потому что, к сожалению, есть колоссальные фундаментальные ошибки. У вас нет шансов, если вы, конечно, не исправите эту ситуацию. Но я надеюсь, что вы ее исправите. Я вам дам небольшие такие данные, практичные, которые могут вам позволить ее исправить. Потому что иметь партнеров – это большое счастье, это очень помогает, это может усиливать компанию. Просто потрясающе, когда вы объединяете таланты, когда эти таланты, понимаете, создают какую-то необычайную химию, какой-то необычайный коктейль, потрясающие продукты. Но это же вас может убить, как убила большую часть компаний, где люди работали со владельцами. Вы, наверное, замечали, что до какого-то этапа это почему-то всегда классно, но после какого-то этапа вдруг наступает переломный момент, это становится не так классно. Кто обращал внимание на это? Я вам сейчас расскажу на этой презентации, я вам расскажу причину, философию и законы, почему то, что происходило, вот в этом случае, это неизбежно. И при каких условиях, вы поймете, при каких условиях это неизбежно. Вам надо понимать причину, почему это происходит. Это связано непосредственно с обязанностями собственников бизнеса. Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Этот мир очень сильно увлечен идеей того, что ты должен делать что-то ценное для людей, ты должен тяжело трудиться. Кому из вас в детстве мама говорила или те, кто вас воспитывал, говорил, что ты должен быть упорным сынок или доченька, ты должен многое работать. Быть трудолюбивым. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Поднимите руку, кому говорили, что если ты будешь трудолюбивым и будешь тяжело работать, то к тебе придет успех. Это ерунда на самом деле. Это неправда. Нас обманули. Это правда. Нас обманули. Потому что вокруг есть огромное количество людей, которые тяжело работают с утра до вечера. Успех к ним никогда не придет. Если вы подметаете улицы, то вы можете черенок, не знаю, этой метлы стереть просто об асфальт до посинения и подметать эти улицы с утра до вечера. У вас никогда не будет ни приличной машины, ни дома, ни яхты, ни возможности путешествовать. Я думаю, что для вас это понятно, и вы с этим согласны. Я говорю сейчас совершенно банальную вещь. В чем здесь ошибка? Что не так? Направление, цели. Но вы согласны с тем, что дворник, который с утра до вечера метет двор, никогда при любых усилиях не заработает столько же, сколько заработает, не знаю, Билл Гейтс? Вы согласны с тем, что Билл Гейтс не работает на самом деле тяжелее, чем этот дворник? Вот если по-честному. Он не работает тяжелее, ребята. Давайте не обманывать себя. Билл Гейтс не работает 12 144 000 часов в сутки. Вы понимаете? Нет. Он работает определенное время. Его работа не является намного более тяжелой, чем работа этого дворника. Когда-нибудь пробовали зимой часа в 4 утра выйти с ломиком, понимаете, и долбить лед на каких-нибудь московских улицах? Это тяжелая работа. Она не легче, чем работа высококлассного инженера. Она не легче, чем работа банкира, поверьте мне. Ну вы согласны с этой идеей? Что это тяжелая работа? Да. Но она не оплачивается. И у этого парня нет никаких шансов. Что здесь не так? Смотрите. Не так самое главное. Люди думают, что самое главное – это тяжело трудиться, это прикладывать усилия. Нет. Самое главное – выбрать правильную роль. А потом тяжело трудиться и прикладывать усилия. Улавливаете? То сначала мы… Я, кстати, эту идею мне подсказал один, ну уже, к сожалению, он уже ушел из жизни, один русский миллиардер. Когда я его спросил, что самое главное в успехе, он сказал, говорит, ты знаешь, люди думают, что нужно много и тяжело работать. На самом деле это не самое главное. Самое главное – выбрать правильную роль, в которой тебе нужно тяжело работать. И я, кстати, я очень счастлив, что я на этом форуме, что я на этой конференции, потому что, вы знаете, у меня просто волосы дыбом встают от того, что я слышу, какие невероятные бизнесы совершенно создаются. Просто я сижу так… Не может быть! Это просто потрясающе! Я бы хотел пройти эту школу, понимаете, по организации пространства. Я бы сам хотел пройти ту школу. Понимаете, я сижу… Мы живем в потрясающее время. Сколько возможностей у нас сегодня есть благодаря интернету, новым технологиям и так далее. Да, возвращаясь к роли, я могу вам сказать, что большинство людей, к сожалению, не очень понимает, что такое роль владельца бизнеса. Как вы думаете, если человек не понимает, какова роль, в чем она на самом деле заключается? Он может быть успешен в этой деятельности? Никогда! Друзья мои, на самом деле не существует такого феномена, как неосознанный успех. Его не существует. Успех может быть только осознанным. Ты не можешь тяжело трудиться, потому что труд, по определению в русском языке, труд означает целенаправленную деятельность, осознанную деятельность. То есть труд – это осознанная деятельность в какой-то роли. То есть тяжело трудиться ты можешь только тогда, когда ты понимаешь эту роль. Так вот мои наблюдения за эти годы, а я занимаюсь владельцами бизнеса уже 10 лет, профессионально, и уже моя первая книжка об этом вышла лет 5 или 6 назад. И я могу вам сказать, когда ты берешь предпринимателей, потрясающих людей, смелых людей, людей, которые формируют вообще все… Обратите внимание, все хорошее. Знаете, мне еще нравится, как иногда вы говорите. Ну, вот это вот бизнес, а вот это какая-то социальная область. Ну, а теперь давайте поговорим о бизнесе. Не умаляйте, пожалуйста, свою роль, потому что все, что вы видите вокруг, все, это все создали предприниматели. Практически все. Эти дороги, эти мосты, эти картинные галереи, эти произведения искусства финансируются предпринимателями. Понимаете, все, что происходит в нашей жизни, эти вкусные тортики, это кофе, эти автомобили. Это все создали вы. Это все создаете вы. Все, что есть вокруг. У вас совершенно особая роль. А особенно у вас, у людей, которые присутствуют на этой конференции, потому что вы не просто фарватеры, вы форварды вообще этого мира бизнеса. То, что вы делаете, большинство из вас делает, это даже в голову обычным людям не придет. Это что-то за гранью добра и зла. Понимаете, это что-то вообще космическое на сегодняшний день для большинства людей. Вы не просто создаете то, что сегодня люди потребляют. Вы создаете то, что они будут потреблять через десятки лет. Вы создаете будущее. Поэтому для меня, кстати, нет никакой границы между бизнесом и какой-то социальной жизнью. Вот с моей точки зрения, любой бизнес, который вы делаете, это колоссально важный социальный проект. И поэтому, кстати, колоссально важно не только для вас быть успешными, а также важно для всего общества, чтобы вы были успешными. Потому что от этого зависит, будем ли мы есть полезные вещи, вкусные вещи, будет ли у нас комфорт и все такое. У вас очень важная роль. Так что ваша прибыль, выживание и процветание, от этого зависит будущее этого мира, а не только вашей или вашей семьи. Да, ну и возвращаясь, в общем-то, к обязанностям владельца. Я очень часто спрашиваю предпринимателей о том, что, ну хорошо, ты предприниматель, владелец бизнеса, каковы твои обязанности? Он говорит, ну, мои обязанности делать бизнес. Делать так, чтобы он процветал. Я хочу обратить ваше внимание на этот факт. К сожалению, это технический факт, как уже мы с вами обнаружили, что если вы не понимаете свои обязанности профессионально, у вас нет шансов трудиться в этой области. И, соответственно, ваши шансы на конечный результат не очень велики, потому что нет такого феномена, как неосознанный успех. Он всегда… Успех всегда бывает только в той степени, в которой вы способны действовать осознанно. Поэтому очень важно понять, в чем ваши обязанности заключаются. Я собираюсь вам об этом рассказать. Сначала я вам хочу показать, как ваше понимание обязанностей связано с развитием вашего бизнеса или по-другому. Что обычно происходит с предпринимателем, с бизнесменом, который создает свой бизнес. И не важно, что это за бизнес. Это оффлайн бизнес, онлайн бизнес, комбинированный и все такое. Условно на этой диаграмме я изобразил какие-то этапы развития бизнеса с точки зрения человеческих отношений, взаимодействия или менеджмента, скажем так. Вообще слово менеджмент, это довольно забавно. Слово менеджмент скоро станет ругательством в нашем обществе. Это естественно. Я как-то недавно выступал в LA на конференции. Это была закрытая конференция для консультантов и для руководителей, высших руководителей компаний. Я к ним вышел, я все думал, как привлечь их внимание. Я вышел к ним и сказал, «Привет, бюрократы!» И они такие все на меня. Почему это? И такое непонимание. Знаете, американцы, они как дети просто. Я им объяснил, говорю, понимаете, что ровно сто лет назад… Вы кто? Вы чем сейчас занимаетесь? Они говорят, ну менеджментом мы занимаемся, руководим. Мы менеджеры, мы занимаемся менеджментом. Я говорю, а вы понимаете, что ровно сто лет назад как раз то, что вы занимаетесь, называлось бюрократией. И человек, который сто лет назад делал ту же работу, которую вы делаете сейчас, если бы я у него спросил, «Ты кто?» Он бы сказал, «Я профессиональный бюрократ». И это не звучало бы ругательством, понимаете? Потому что именно так называлась область менеджмента. А 50 лет назад он бы сказал, «Я администратор». Сегодня и бюрократ, и администратор это уже практически ругательство. Это что-то такое, знаете, пропахшее нафталином, не имеющее отношения к реальному бизнесу, к управлению людьми. Сегодня мы это называем менеджментом. Поэтому я могу легко спрогнозировать, что очень скоро слово менеджмент станет таким же ругательством, как стало слово бюрократия. И мы придумаем какое-то другое слово, просто чтобы не расстраивать людей. Это как, знаете, продавцы сейчас же не называют себя продавцами, правильно? Они же консультанты. Как называют сейчас продавцов? Менеджер по продажам, консультант или что-то еще, понимаете? Это слово стало ругательством. Так вот, смотрите, сейчас я вам объясню немножко, почему это стало ругательством. Когда вы начинаете бизнес, это такой, очень многие из вас начинали бизнес с нуля. Обычно ты работаешь один, у тебя есть парочка помощников, которым ты даже не даешь какие-то определенные обязанности, ты просто даешь им поручение. Сделай это, сделай то и так далее. На этом этапе у нас есть проблемы какие-то с менеджментом? Нет. Нет. У нас совершенно другие проблемы. Каким образом протолкнуть наш продукт на рынок потребителю, как его предоставить и так далее. Дальше. Если мы на этом уровне успешны, мы поднимаемся на следующий уровень, когда у нас, как у создателей бизнеса, в непосредственном подчинении находятся ребята, которые уже имеют специализацию. У нас есть продавец, у нас есть тот, кто занимается продвижением, тот, кто печет пирожки, тот, кто их отвозит. И есть ручное управление. И мы легко этими людьми управляем, потому что у нас есть понимание бизнес-процесса, как его делать, как печь пирожки. И у нас есть здравый смысл и какое-то доброе отношение к людям. Вы согласны с этим? У нас на этом этапе есть какие-то проблемы с менеджментом? Практически нет. Ну, практически нет. Ну, конечно, надо кого-то нанять, кого-то уволить, но это не тот этап, на котором мы говорим, ну, надо мне как-то разобраться с системой управления моего бизнеса. Нет, все идет нормально. Это тоже этап, давайте больше продавать, давайте больше производить. Ну, и для большинства бизнесов, наверное, это последний этап в их развитии. Я так думаю. По крайней мере, мои наблюдения говорят, что 80% бизнесов никогда не идут дальше. Вот они на этом этапе застревают, потом этот человек собирается уйти на пенсию, он говорит, сынок, ты хотел бы управлять нашим магазином. Он говорит, папа, ты что, с ума сошел? Я смотрел всю жизнь, как ты тут мечешься между прилавком и складом, и нет, я это на самом деле на себя принимать, эту карму не буду, ты уж извини, я пойду работать в какую-то корпорацию, что-то в этом роде. Этот бизнес невозможно капитализировать, его невозможно продать, его не… Ну и на самом деле это слишком сложно. Следующий уровень. К сожалению, в таком режиме у нас есть естественные ограничения в росте. Как вы думаете, до какого количества сотрудников мы можем вырасти здесь? Сколько? 70? 5-7? Ребята, я могу вам сказать, я встречал феноменальных ребят, которые управляли 50 сотрудниками, 60, но это уникумы. Обычно это действительно 10-15 и потом уже все, стресс, я больше не могу. Я сам сломался, по-моему, на 60. Когда уже было 60, я сказал своему партнеру, все, Толик, надо с этим завязывать, надо строить какую-то систему управления, иначе все, я просто сойду с ума. Следующий этап, это тогда, когда у вас появляется менеджер. Кстати, большинство компаний, это естественный уровень, то есть вы доросли до какого-то количества сотрудников, естественное желание. У меня есть два продавца. Так, нам нужен менеджер по продажам, он будет управлять продавцами. Или нам нужен, и вы начинаете нанимать менеджеров. Вот здесь появляются менеджеры. Что при этом происходит? Все летит в пропасть. Оказывается, что эти потрясающие менеджеры, которых вы наняли, они почему-то, причем вы не были профессиональным менеджером. Вы управляли на основе здравого смысла, у вас получалось, вы нанимаете профессионального менеджера, все летит в пропасть. Фантастика. Кто с этим сталкивался? Смотрите, сейчас я вам объясню, почему это является естественным и неизбежным результатом. Смотрите, какая штука. Вот здесь вот все начинает ломаться, и поэтому мы куда? Мы прыгаем обратно на уровень номер два. И большинство компаний, тех, кто не понимает природы этого явления, не понимает, почему это происходит, они, как только накопили немножко сил денег, они пытаются прыгнуть на уровень три, получают проблемы и сваливаются на уровень два. И вот они так годами туда-сюда, сюда-туда набрали менеджеров, уволили менеджеров. Еще, правда, половина команды разбежалась. Понимаете? Вот то, что происходит. Теперь смотрите, почему это происходит. Давайте я вам объясню. Вот здесь, на этапе номер два, на уровне номер два, вы успешны по той причине, что вы первое знаете, как ваши подчиненные должны делать их работу. Вы знаете, как печь пирожки. И у вас есть здравый смысл, и вы успешны. Вот здесь, какого знания у вас не хватает, когда вы переходите на этот уровень? Точно. Потому что вы нанимаете ребят, которые должны менеджерить. То есть они должны управлять. А для того, чтобы управлять ребятами, которые должны управлять, вы должны знать, как они пекут свои пирожки. Понимаете? Вы должны знать технологию управления. Вы должны идеально понимать, как нужно менеджерить. Только в этом случае вы можете управлять руководителем, если вы знаете инструменты руководители. Но фокус какой? Я нанял большое количество руководителей и приходят талантливые ребята, которые долго были, годами работали на руководящих должностях. И ты у них спрашиваешь. Кстати, вот если бы вы нанимали специалиста по интернет продвижению и вы захотели прямо на интервью выяснить, насколько он вообще там живой, как специалист по продвижению, вы бы какие вопросы ему задали? Кейсы. Он вам рассказал, ну я работал в компании БВГД и мы получили. Прозвонить кейс. А вы бы у него спросили, а как ты вот это делаешь? Или как ты добиваешься этого результата? Что ты используешь? Да, вы бы задали ему конкретные вопросы. Вот у нас есть ситуация, расскажи, какие инструменты ты будешь использовать. Или ты рассказал про этот кейс, а теперь расскажи, как ты это конкретно сделал. И, конечно, даже если он вам расскажет, еще не значит, что он может это сделать. Но, по крайней мере, это дает уже надежду. Так вот, когда я нанимаю руководителя, я задаю им вопросы, перечисли пожалуйста, инструменты управления, которые ты будешь использовать как руководитель. И знаете, что обычно я получаю? Ну, поощрение, наказание, еще у нас есть инструкции, и я провожу совещание. Молодец. Хорошо, ты проводишь совещание, вот тебе лист бумаги, напиши, пожалуйста, протокол, стандартный протокол совещания. Что, зачем во время совещания вы рассматриваете? И если он думает больше трех минут, о чем это говорит? Он не проводил это. Он, может, об этом где-то читал, кто-то им объяснил, что это важно и так далее. Но, кстати, он назвал четыре инструмента управления, а вообще руководитель низкого уровня использует не меньше двадцати, вообще-то. То есть он не назвал очень многое. Для него, например, нереально, что сама по себе структура, схема компании является инструментом управления. Измерение, количество измерений результатов является важнейшим инструментом управления. Ну, и множество-множество других. То есть этот парень, он даже в теории не является настоящим руководителем. Он, скорее всего, является талантливым человеком, у которого есть склонность к тому, чтобы выполнять работу руководителя. И точка. Но он не умеет это делать. И по этой причине мы их нанимаем, мы их ставим, и они не справляются. Но это не идеальное, конечно, положение дел. Идеальное положение делать тогда, когда вы даете им некоторый фреймворк, когда вы даете им некоторую структуру, систему, даете им инструменты управления. Потому что точно так же, как вы даете, например, когда вы открываете бизнес. Вы о чем мечтаете? О том, как ваши потрясающие клиенты будут получать потрясающее удовольствие от того, что они получили ваш продукт. Правильно? Ну, кто-нибудь из вас мечтал, как ваши счастливые клиенты? Да, да, да. Поднимите руку, кто об этом мечтал. Молодцы. Кто, когда думал открыть бизнес, крутил в голове, как я буду рекламировать эту услугу и как я буду продавать? Кто об этом думал? Еще больше молодцы. Кто из вас думал, а как же нам так исхитриться, чтобы классно предоставить этот продукт, чтобы он был самым лучшим? Хорошо. А кто из вас мечтал, а как я буду улаживать всякие кря-кря моих сотрудников и как я буду проводить с ними ежедневные планерки? Я думаю, что меньше на самом деле, да? Люди об этом не мечтают. Смотрите, это правда, это какая-то фишка. Мы хотим создать бизнес, мы мечтаем о бизнесе, но почему-то мы мечтаем обо всем, но только не о том, что нам придется управлять людьми, строить систему управления. И поэтому, когда мы с этим сталкиваемся, с этой нуждой, с этой необходимостью, нам не хочется с этим иметь дело. Понимаете? Мы не хотим иметь дело с тем, что мы, с чем мы не собирались иметь дело. Вообще звучит, конечно, абсолютно плоско, но это так. Спасибо. И справиться с этим можно только одним способом. То есть вы сознательно принимаете точку зрения, что это моя работа и мне надо с этим справиться и начинаете об этом мечтать, об этих ужасных, унылых менеджментских вещах. Да, и тогда вы можете подняться со временем, построив систему управления, и тогда ваши менеджеры, которые вы нанимаете, будут справляться, и тогда вы достигаете вот этого четвертого уровня, когда у вас уже есть возможность заниматься настоящей работой владельца. В чем заключается настоящая работа владельца? Лежать на пляже, коктейль Маргарита, здесь пальмы девушки или наоборот мускулистые спасатели, я не знаю, там зависит от гендерных предпочтений, но идея заключается именно в этом. Общество считает, что работа владельца бизнеса заключается в том, чтобы ничего не делать. Это глупость, конечно. Вы правильно говорите, это вопросы стратегии, это вопросы развития и некоторые другие, о которых я сейчас вам расскажу. Вот перечень, краткий перечень функций владельца. То есть первая функция создания идеологии. Кто-то должен создавать идеологию бизнеса, кто-то должен выходить перед людьми и говорить, смысл нашей деятельности в том, смысл нашей деятельности в всем. Следующая функция стратегический маркетинг. Стратегический маркетинг – это тогда, когда мы решаем, наш бренд будет вот таким, он будет дерзким, ярким, красивым и современным. Или наш бренд будет классическим, таким, как будто он в Древней Греции из куска мрамора был выпилен, понимаете, что-то в этом роде. А продвигать мы нашу продукцию или сервис будем таким образом. А взаимодействовать мы будем с этой целевой аудиторией. Это стратегический маркетинг. То есть как, кому, в целом мы будем продвигать и предоставлять наш продукт. Следующая функция владельца бизнеса, я еще пройду чуть поподробнее по всем этим функциям. Это создание технологии производства продукта. То есть как мы, собственно говоря, печем пирожки. Это, кстати, почему вы идете на акселератор онлайн-школ. Потому что вам нужна, если вы собираетесь, например, сделать онлайн-школу, вам нужна технология создания онлайн-школы. И вы идете и получаете эту технологию. Технологию можно купить, приобрести, но так или иначе кто-то должен позаботиться, чтобы она была куплена, приобретена или изобретена. Потому что очень часто во многих бизнесах нам приходится изобретать технологии производства сервиса или продукта. Я могу вам сказать, я потратил годы своей жизни на то, чтобы очень подробно описать консалтинговые методики, материалы для консультантов, написать книги и так далее. Это все связано как раз с созданием технологии моего бизнеса, консалтингового бизнеса. Кстати, знаете, почему большинство консалтинговых компаний не расширяется? Вы обращали внимание, что большинство консалтинговых компаний это такие маленькие группы, где есть такой гуру, у него есть преданные помощники, их пять. И вот они годами работают. И очень часто многим консалтерам приходят и спрашивают, ну если ты такой умный, почему твоя компания не растет? Что-то в этом роде. Сталкивались с этим? Да, вот могу вам сказать, что да, это правда, большинство консалтинговых компаний не растут. Почему? Потому что человек не может передать технологию. Он не может описать технологию, она у него в голове. Он носитель технологии, он не может описать ее, передать своим преемникам. Это, кстати, то, почему я проинвестировал годы в то, чтобы описать технологию того, что я делаю, и поэтому моя компания растет. И поэтому я считаю себя во многом технологом, создателем продуктов консалтинговых. Следующее построение организации. Построение организации тогда, когда вы разрабатываете структуру компании, правила работы, обязанности менеджеров, весь этот, знаете, скучный, скучные такие менеджерские дела. Но тем не менее, это тоже обязанность владельца задать все эти стандарты. Кстати, это та причина, почему многие бизнесмены ругают MBA. Они идут на MBA и проходят его и говорят, ну я что-то вот это, получил знакомство, мое сознание расширилось, но я что-то ни черта не могу применить в своем бизнесе. Что со мной не так? И они начинают думать, со мной что-то не так или с MBA что-то не так. Ребята, MBA был разработан больше ста лет назад. У MBA, как у стандарта, вы знаете, что MBA это стандарт. И у MBA есть цель. И цель очень простая. Крупным корпорациям нужны были корпоративные офицеры, подготовленные руководители. А университеты всегда, во все времена, и в том числе сто лет назад, готовили инженеров, врачей, учителей, научных работников. Они не готовили руководителей. Поэтому большой бизнес, ну это было больше ста лет назад, если говорить честно, где-то 125 лет назад уже было в Америке, когда большие корпорации обратились к ведущим университетам с запросом, сделайте нам программу по подготовке высших руководителей. И был разработан стандарт MBA. Теперь смотрите, что такое стандарт MBA? Стандарт MBA нужен для того, чтобы подготовить умного способного, кстати, классический MBA. Туда берут только человека с опытом работы руководителей. Понимаете? У этого есть смысл. Только с высшим уже фундаментальным каким-то образованием берут на MBA. Это классика. Почему? Потому что теперь нам надо научить его использовать имеющиеся в корпорации инструменты управления, подходы, понимаете? Чтобы он знал, как вести дела, как вести бизнес. Обратите внимание, эта задача отличается чем-то от задачи архитектора, создателя бизнеса. Конечно. Потому что одно дело вести машину, а другое дело конструировать машину, автомобиль. Одно дело эксплуатировать компанию, которая кем-то построена, у которой уже заложены все эти принципы. И это то, чему потрясающе учит MBA. И это прекрасные, великолепные программы. И совершенно другое дело, и другой совершенно навык – это построить как архитектор, заложить все эти принципы, понимаете? И поэтому просто это надо правильно применять. Эта штука работает. Следующая функция – финансы и активы. Владелец бизнеса должен задать определенные шаблоны, определенные стандарты, как компания должна обращаться с деньгами. И потом следить за тем, чтобы эти стандарты применялись. И последняя, предпоследняя безопасность. Кто из вас, являясь владельцем, заботится о безопасности компании? Да, но у этого есть разные уровни. Мы не говорим сейчас об охране нашего склада. Мы говорим о безопасности, когда мы правильно регистрируем, продумываем финансово-хозяйственные схемы, продумываем какие-то формы договоров, тексты, оферты и так далее. И последняя такая очень забавная функция, когда у вас есть несколько совладельцев, ими нужно управлять. Я не знаю, насколько эта идея для вас естественна, потому что есть люди, у которых считают, если у нас 50 на 50, то никто не должен никем управлять, потому что мы равноправные партнеры. Ребята, этого не бывает. Не существует такого феномена, как равноправные партнеры. Потому что эта ситуация, она всегда потом приводит к коллапсу. Чуть дальше я расскажу, почему. Немножко подробнее. Создание идеологии. Вы задаете цели, замыслы, миссию. Вы задаете главные смыслы компании. В конце концов, кодекс компании. Почему идеология настолько важна? Да потому что, понимаете, нам нужно принимать решения каждый день в бизнесе. Разные решения, тружные, сложные. Сделать возврат этому клиенту, но пострадают наши деньги и пострадает наша финансовая безопасность. Или не сделать, тогда пострадает, возможно, наше лицо. И многие из этих решений, они на грани, по которым нельзя однозначно сказать это да или нет. Чем нам руководствоваться? У нас должен быть какой-то критерий добра или зла. Понимаете? Вот эта идеология нашей цели, это и есть главный критерий добра и зла. Это как у меня все время спрашивает Высоцкий консалтинг, например. Ну что у нас там? Я говорю, все очень просто. У нас есть главный принцип, у нас есть главный критерий. Мы либо помогли бизнесмену построить систему управления и она работает, либо мы не помогли. И неважно по какой причине. Он не справился, мы не справились, у нас несовершенные подходы и так далее. Но я знаю точно, зачем мы работаем. Мы работаем для того, чтобы строить систему управления. Почему важно помогать бизнесмену строить систему управления? Да очень просто. Это помогает раскрыть настоящий потенциал бизнеса, настоящий потенциал продукта. Потому что он может предоставлять в каком-то там маленьком местечке с пятью помощниками, а может сделать национальную компанию. У меня, кстати, полно кейсов среди моих клиентов, которые делают национальные и международные компании. Почему? У него есть стоящая идея бизнеса. Люди хотят этот продукт или сервис, но он просто испытывал проблемы с масштабированием. Кстати, мне говорят, во сколько вырастет раз бизнес, если он внедрит систему управления? Я говорю, зависит от потенциала этого продукта. Есть бизнесы, которые в сотни раз растут. Есть бизнесы, которые, может, и не вырастут. Если у него какой-то локальный ресторан, и он этот ресторан не собирается превращать в сеть ресторанов или во франшизу, или во что-то еще. Да, у него показатели улучшатся, я не знаю, там на 30 процентов. За несколько лет, может быть, вырастут в два раза. Ну и все. Если у него нет этой идеологии, если он не хочет идти дальше, ну у него просто будет великолепно, потрясающе налаженный локальный ресторан. Но он не превратится сам по себе в сеть там Макдональдс, понимаете? Итак, идеология очень важна. Почему еще идеология важна? Потому что мы имеем дело с людьми. И у людей, простите, куда-то я проскочил, и у людей есть разные побудительные мотивы. Я имею в виду у людей, которые с нами работают. Вы, наверное, видели, что есть ребята, которые глаза горят. Им нравится то, что они делают. Им на самом деле, вот если бы даже вы зарплату не платили, они все равно постарались бы как-то свободное от работы время приходить и что-то делать. У кого есть такие люди? Энтузиасты. Абсолютно. И обычно эти ребята, если они трудоспособны и если они компетентны, обычно они приносят очень большую пользу компании. И когда-то в одной из своих статей Рон Хаббард, он написал много статей хороших по менеджменту, он сформулировал, что вот эти четыре основных уровня побудительных мотивов. И самый высокий – чувство долга. Чувство долга. Вот я могу сказать, кто из вас, например, действительно считает, что успех его бизнеса – это как дело чести для него? Нет, это не просто деньги, понимаете? Это наше обещание, которое мы дали потребителю. Это обещание, которое мы дали к партнерам. Это обещание, которое мы дали команде. И самое главное, какое самое главное обещание? Конечно, себе дорогому мы дали обещание, что мы это сделаем. И мы испытываем чувство долга. А кто из вас действительно время от времени чувствует, что вообще деньги как бы на самом деле не самое главное? Я с этим полностью согласен. И, кстати, когда ты имеешь такую точку зрения, обычно у тебя денег много в конце концов появляется. Это очень… Это странно звучит, но это действительно так. Деньги не самое главное, но если для вас деньги не самое главное, почему-то люди несут вам деньги с удовольствием. Они прямо это чувствуют. Видимо, они как-то хотят вас переубедить в этом. Итак, это чувство долга. Такие, ребят, а у кого в компании 100% людей с чувством долга? Лес рук. Нет. Да, такое бывает редко. Поздравляю. Такое бывает, но бывает редко. Следующий уровень. Личные убеждения. Это уровень пониже. Это когда человек делает работу, потому что у него… Это… Ну, вот так действовать соответствует его убеждению. Что это такое? Это, например, парень, который занимается интернет-продвижением. И по большому ему все равно, в какой компании работать. Тренинговой, консалтинговой, онлайн-школе, где-то еще. Но если он занимается интернет-продвижением, он старается отжать по максимуму. Ну, по большому ему все равно, чем занимается компания. Кто встречал таких ребят? Хорошо работают? Да, достаточно хорошо. Это довольно высокий уровень. Это второй уровень после чувства долга. Но немножко хуже, чем те, у кого действительно чувство долга. Вот если бы нам такого продвиженца, но с чувством долга, было бы еще лучше. Вы согласны? Следующий уровень. Личные выгоды. Это когда человек делает какую-то работу просто потому, что он хочет что-то получить. Он к вам пришел устраиваться на работу и говорит, ну, возьмите, пожалуйста, у меня нет опыта, я хочу получить опыт. Иногда это работает хорошо, иногда это работает не очень хорошо, но такими людьми сложнее управлять. И последний уровень мотивации, это когда человек работает только из-за денег. Он пришел, его интересуют только деньги, ему по большому все равно, что делать. Кстати, это очень редко в реальной жизни встречается. Теперь смотрите, многие люди считают, что мотивация, а это какое-то внутреннее, вот этот уровень мотивации, это какое-то внутреннее изначальное качество человека. А кто из вас считает, что мотивация может меняться, становиться выше? Абсолютно. Ты приехал на конференцию, глаза загорелись, вдохновился, мотивации стало больше. Вернулся домой, пообщался со своим каким-то депрессивным другом. Ага. Да, и делать больше ничего не хочется. Недавно в Нью-Йорке один мой партнер, потому что я еще являюсь членом совета директоров компании Life Animation, это дополненная реальность, мы недавно взяли контракт с Диснеем, эксклюзивный на все Соединенные Штаты. И спасибо большое. Для нас это большой шаг, мы работали несколько лет, но я в частности отвечаю за стратегию этой компании, поэтому для меня это тоже был такой. И главный акционер компании, вот он встретился там с партнером, да, и он такой какой-то после этой встречи, я с ним общаюсь, и он такой какой-то немножко грустный такой, не очень оптимистичный. Я начинаю задавать вопросы, я понимаю, что это связано с тем, что он там с одним парнем депрессивным пообщался, понимаете? Ничего себе. Ну, это такое небольшое как бы падение по уровню мотивации, но тем не менее это может влиять очень сильно на всю компанию, это может влиять очень сильно на весь бизнес. Как, теперь вопрос к вам, как поднять мотивацию? Что надо делать, чтобы поднять мотивацию людей? Да, тем больше денег. Нет, не работает, ребята. Конечно, вы правы абсолютно, доносить им цели, доносить им миссию вдохновлять людей. Ну, мы можем доносить цели и миссию вдохновлять людей, когда? Когда, во-первых, мы знаем, что это наша с вами ответственность, это функция владельца бизнеса сформулировать. Это функция владельца бизнеса доносить это все время. Ты не можешь это делать просто потому, что тебе это в голову пришло. По настроению, да, бывает. Но если ты не понимаешь, что это профессиональная обязанность, ты не будешь это делать всегда. А мотивацию надо все время поддерживать, ее надо все время поднимать. И для этого нужно очень осознанное решение и понимание, как это делать. Ты должен сформулировать эти идеологии и ты должен ее все время доносить, 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 доносить и так далее. И тогда мотивацию твоей команды поднимается. А если ты перестаешь доносить, она начинает опускаться. Почему она начинает опускаться? Депрессивные друзья. Телевизор еще есть. Может быть, вы никогда не смотрели телевизор? Я знаю таких людей. У них есть только YouTube, Facebook и так далее. И это окей. Но многие люди смотрят телевизор. Вы не поверите? Он по-прежнему что-то транслирует. И обычно, когда вы его включаете, вы узнаете много нового и ужасного о нашем будущем, о нашем настоящем. Поэтому это нужно делать постоянно, поднимать мотивацию нужно постоянно. Эта идеология это не какой-то чертов красивый бантик на стене. Понимаете, это один из самых мощнейших инструментов, который непосредственно влияет на эффективность, на командность, на желание людей сотрудничать, на то, как они себя чувствуют в вашей компании, как долго они хотят работать в вашей компании, приведут ли они своих друзей работать в вашу компанию, будут ли они продвигать своим друзьям продукты вашей компании и множество, множество других вещей. Поэтому это первый инструмент, это первая, я бы сказал, священная обязанность владельца бизнеса. Следующая обязанность стратегический маркетинг, я могу вам сказать, у меня были смешные случаи, когда я не очень понимал еще функции владельца бизнеса. Это было там 16 лет назад. Я нанял маркетолога, ну потому что я знал уже, что мне нужен маркетолог. Ну тогда еще не было социальных сетей, вы знаете, фейсбук еще не пришел и ничего такого не было. Я нанял маркетолога, я дал ему зарплату, говорю, ну давай, давай, делай маркетинг. И через месяц, это был, это классный парень, кстати, он очень талантливый, сейчас это известный достаточно человек в стране, а тогда это была его первая работа, значит, после вуза. И, значит, через месяц он мне предоставил отчет. А компания, о которой я говорю, она занималась производством орденов, медалей, наград, сувенирной продукции, ну вот подобных значков и всяких таких вещей. И он сделал этот отчет и в этом отчете было все. В этом отчете, например, один из его таких ключевых месседжей по результатам этого отчета, он был такой, он сказал, Александр Александрович, большинству из наших клиентов также нужны канцелярские товары с логотипами, флажки и посуда, брендированная посуда. А я посмотрел на него и я понял, что я, во-первых, потерял месяц, я потерял его заработную плату и вообще ему надо еще как-то пережить то, что я ему сейчас скажу, поэтому и, возможно, я потеряю потенциально талантливого маркетолога. Я ему сказал, говорю, ты знаешь, наша компания никогда не будет производить ни посуду, ни канцелярские товары, ни флажки, потому что мы производим награды. У нас замысел, наша идеология производить награды и делать эти награды такими, чтобы один только вид этих сувениров наград вызывал восхищение. И когда кто-либо видел человека с нашей наградой на груди, только по одному виду этой награды, чтобы возникало впечатление, что это человек, обладающий особыми достоинствами, особыми заслугами и особыми качествами. И в этом наша идеология, мы никогда ничего другого делать не будем. Но на самом деле это, конечно, была моя ошибка. Почему? Потому что этот парень, он пытался выполнить за меня работу по стратегическому маркетингу. Он пытался за меня определить, какие продукты мы должны продвигать на рынок. Понимаете? Потому что я, как владелец бизнеса, не выполнил свою работу. И, к сожалению, эта жизнь, она так устроена. Если мы, как владельцы бизнеса, не делаем свою работу, если мы не определяем все эти основные идеи для нашего бизнеса, рано или поздно кто-то начнет их определять. И, кстати, вы обращали внимание, что такая кривая есть? Когда компания начинает, она мега эффективна, в том числе и в отношении маркетинга. И она понятна, вы на нее смотрите, понятно, чем она занимается и так далее. Но когда многие компании, когда они разрастаются, становятся богатыми, у них появляются маркетологи и все такое прочее, вы через какое-то время… Есть много таких примеров. Вы смотрите на компанию, вы не можете понять, чем она вообще занимается, кто они такие, каков их стиль. Понимаете? Что происходит? То есть вы, как владелец, как создатель бизнеса, вы должны выполнять эту функцию. А чем должны заниматься маркетологи, специалисты по продвижению, по рекламе? Да, они должны реализовывать эти идеи на практике. В рамках, в этой маркетинговой стратегии они должны реализовывать идеи. Но если вы это не делаете, они будут вашими стратегистами, понимаете, стратегами в области маркетинга. И вы получите рожки до ножки в конце концов. Следующая функция. Тут шестеренка выпала. Представьте, что там шестеренка вот здесь вот такая или две шестеренки. Создание технологии. Как я уже говорил, вы можете это купить, вы можете это заимствовать, вы можете купить франшизу или вам придется это разработать. Но вы не сможете растить компанию, если нет формализованной технологии. Формализованная технология это значит технология, которая имеет форму. Это не значит, что она оторвана от жизни. Нет, это значит, что она как-то описана, зарисована, ее можно было бы передавать другим людям. Я в свое время могу сказать, когда я строил производственную компанию впервые, я в этот момент уже столкнулся с большой проблемой в области технологий. Я не мог ее нигде купить. Нам пришлось ее создавать. Я специально нанимал людей, которые описывали технологические процессы, технологические карты и так далее, и так далее. Почему? Потому что я не мог расширять, я не мог нанимать людей, я не мог планировать деятельность. Мои менеджеры не справлялись с планированием ни с чем. Почему, кстати, эта функция относится к функциям владельца компании? Я могу вам сказать, если вы думаете, что тот, кто делает работу, создаст технологию, то вы глубоко заблуждаетесь. Это никогда не произойдет. Я пробовал, я пытался привлечь к созданию технологии своих лучших технических специалистов. Это не работает. Это разные, знаете, создавать технологию и выполнять работу, это две разных вещи. И потом те, кто находятся в оперативке, у них просто на это нет времени. Им нужно хватай больше, кидай дальше. Отдыхай, пока летит. Все. У них нет времени на это смотреть. Очень часто люди, которые идеально умеют делать работу, они двух слов связать не могут. Они не могут ее описать, они не могут передать. А вы смотрите, вы наблюдаете за ними и вы понимаете, вот он делает сначала это, потом вот это и у него успешно вот то. Поэтому кто-то должен заняться описанием технологий. Кстати, вот для консалтинговой компании, для Высоцкий консалтинг, для нашего главного оффлайнового продукта, я потратил три года на то, чтобы описать технологию. Три года полного дня. Можете представить себе? Ну, именно это, благодаря этому я сейчас открываю филиал в Китае, в Соединенных Штатах, потому что у меня есть описанная технология. Она фактически сама по себе является уже огромной на самом деле ценностью. Я не говорю, что это должно быть так чудовищно тяжело во всех видах бизнеса. Просто консалтинг это экстремально такой, с точки зрения технологии, сложный бизнес. В большинстве бизнесов немного легче. Я могу вам сказать, я очень часто завидую своим клиентам. Очень часто. Потому что он строит дома, и он говорит, я не могу найти необходимое количество прорабов. То есть у нас полно заказов, у нас потрясающее качество. Люди стоят в очереди, есть много рабочих, но я не могу найти прорабов, которые на месте будут управлять строительными объектами. Я понимаю, чего у него не хватает. Технологии работы прорабов на самом деле, не найма, потому что на рынке прорабов нет. Они не умеют управлять такими объектами, просто нет этих людей. У него нет технологии, как готовить этих прорабов. И я понимаю, что, конечно, по сравнению с тем, что я делаю, я бы эту технологию прорабов, работы прорабов, я бы описал месяца за три, я думаю. Это не три года. Но описав, кстати, это реальный кейс. Этот парень, он описал технологию работы прораба на объекте, и он за последний год в три раза увеличил количество объектов, потому что он научился готовить прорабов, контролировать, как они работают, и он очень быстро растет в области, в которой конкуренты так не растут. Иногда это делает прорывы. Итак, технологию. Наша любимая, наше все, построение организации, задать правила управления. Как ваши руководители будут руководить, как они будут получать отчеты, как они будут проводить совещания. Я могу сказать, я в свое время сделал прорыв. Моя компания Герольдмастер, когда она стартовала на рынке, это был примерно 2000 год, производственная компания. В это время это была такая же компания, как 5-6 остальных конкурентов. Через три года она была в разы больше, чем все остальные. И это не потому, что они не знали, как делать награды, не потому, что они не знали, как работать с металлом, не потому, что у нас были самые лучшие специалисты. Неправда. Я ничего не понимал в том, как работать с металлом. И наши специалисты не были самыми лучшими. Но мы сделали этот прорыв просто потому, что в этом бизнесе, когда ты имеешь дело с разными, ну представьте себе, у тебя на производстве работает 60 человек. И одновременно в производстве находится в настоящее время на такое количество людей, но минимум 40-50 заказов. Каждый заказ – это 30-40 разных операций. То есть у тебя в настоящее время на эти 60 человек находятся там сотни разных операций. И если ты что-то там профукал с одной из операций, ты естественно получил проблемы с заказом. Это организационная проблема. То есть из области технологической это переходит в область организационную. Как это все контролировать? Так вот прорыв, который я сделал в этой области с этой компанией. Он в основном организационный, он не технологический. Мы не изобрели ни одного нового способа обработки металла. Все они были изобретены до. И во многих, кстати, бизнесах развитие останавливается по технологическим проблемам. Следующая область – финансы и активы. Могу вам сказать, здесь есть такая революционная идея. Например, когда вот я вам говорю, представьте себе, что у вас финансовая деятельность организована идеально. Вот какой результат, осязаемый результат такого обстоятельства приходит вам в голову? Я имею в виду желательный результат. Прозрачность. То есть я смотрю, я понимаю все, что происходит. Так. Положительные возвратные инвестиции. Правильно? Ну то есть мы получаем больше денег, чем мы вложили и по-видимому эти показатели все время растут. Так. Вообще есть деньги на самом деле. Так. Собственник не парится, где брать деньги на свои потребности. Это, кстати, очень важный момент, когда собственник не парится. Есть определенный баланс между наличными и безналичными. Я так понимаю, что вы говорите о том, что достаточно наличных средств, чтобы продолжать и развивать деятельность. И доход собственника растет. Идеально. Да. Понимание, за сколько можно продать. Очень хорошо. Я могу вам сказать, вы называете абсолютно прекрасные, потрясающие вещи. А вот с моей точки зрения вы не называете одну самую важную. Ну, возможно, она для вас очевидна, возможно, нет. Иногда не называют очевидные вещи. А вот для меня самое главное в области финансового управления, чтобы все, что вы перечислили, за это боролись мои менеджеры, а не я. Вот для меня это является самым главной частью системы управления финансами. Вот для меня система управления финансами – это не просто порядок, не просто определенная прозрачность, это не просто показатели. Для меня самое главное в управлении финансами, чтобы все это делали мои руководители, мои менеджеры. И могу вам сказать, с 2004 года во всех моих компаниях это делают мои руководители. Я только контролирую, чтобы эта система работала. И вот это самое главное. Как вы думаете, почему это важно? Абсолютно. Потому что это связано с ответственностью. Потому что если это на моих плечах, даже если у меня есть прозрачность, у меня есть все показатели, у меня хороший возврат на инвестиции, у меня нормальный кэш. Но я толкаю это. Что здесь происходит? Вы сталкивались с такой ситуацией, когда вы говорите своим менеджерам, ребята, нам надо увеличить доход в три раза. Они говорят, да, но вы понимаете, что в глубине души им все равно. Да, они, конечно, говорят, конечно, босс, надо увеличить в три раза. Но правда мы не знаем как и не понятно. Я вам расскажу такую историю. Это реальная история жизни. В определенный момент до того, как я переложил полностью ответственность за управление финансами на своих менеджеров, до этого у меня объем производства был 60 тысяч в неделю. Неважно даже чего. 60 тысяч в неделю. И мой руководитель, я все время объяснял руководителю производства, Николай Иванович, нам нужно увеличивать объем производства, наши нужды, нам минимум надо поднять до 80 процентов, с нашим количеством сотрудников, нам надо тратить больше денег на рекламу и так далее. Как вы думаете, что он мне рассказывал все время? Это невозможно. У нас устаревшее оборудование, у нас не очень умелые сотрудники, наши помещения, наши материалы, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И даже электроэнергии то нам не хватает. После того, как я взял и полностью перестроил систему финансов, я передал полностью финансы в управление менеджером. То есть они отвечали за то, чтобы заплатить по всем счетам, найти деньги на зарплату, найти деньги на аренду, найти деньги на новое оборудование, найти деньги на развитие и так далее. Могу вам сказать, они, конечно, не хотели, они сопротивлялись, мне пришлось проявить некоторую настойчивость. Но после того, как я изменил эту игру абсолютно, через две недели Николай Иванович сказал, 80 тысяч мы сделаем легко. Только дайте нам вот немножко здесь инструментов и наймите нам вот этих людей. Через четыре недели он пришел с планом увеличения до 120 тысяч. Скромно потупив взгляд, он пришел на совещание руководителя и сказал, вы знаете, нам вот не хватает здесь одной единицы оборудования, здесь мы можем сделать две смены. Тут я нашел один способ, как субподрядчиков подключить, мы до 120 тысяч. Удвоите объем производства. Почему это произошло, как вы думаете? Его точка зрения полностью изменилась, совершенно верно. До этого я говорил, нам надо увеличить, а он делал, не, не, понимаете? Усилие и контрусилие. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. Когда мы передаем полностью управление финансами менеджерам, что происходит? Это им теперь нужны деньги, не мне. Я получаю свой процент от дохода как владелец регулярно, каждую неделю, с 2004 года, кстати, что приятно. А когда, и вы знаете прекрасно, что чем дальше мы работаем, тем больше растут потребности. И это здорово, когда у ваших менеджеров растут потребности, когда у ваших руководителей растут потребности. Потому что чем больше их потребности, тем больше они зарабатывают и тем больше зарабатываем мы как владельцы. Я думаю, что это звучит довольно странно, то, что я говорю. Немножко необычная точка зрения. Так вот на самом деле это единственное правильное положение дел с финансами. Когда мы задаем такие правила игры, когда менеджеры начинают заботиться о финансовом благосостоянии, и они начинают бороться за доход. И когда это происходит, ребята, поверьте мне, я думал, что я очень изобретательный в отношении денег, я думал, что я умею обращаться с деньгами очень рационально, но ребята, то, что они могут делать, я не могу. Они находят такие способы, как снизить затраты и как повысить доход, которые мне бы никогда в голову не приходили. Почему? Да потому, что они прямо ближе к деятельности, они лучше знают. Конечно, я лучше понимаю стратегию, но они лучше знают какие-то особенности, что можно где выжить. И когда они начинают бороться за повышение дохода по-настоящему, когда они подключаются к этой игре, бац, вся эта игра меняется.